Мы привыкли искать недостатки, и сейчас это желание особенно неуемно. Как же шесть лет нам морочили голову. Однако мрачность клубящихся туч, зловещий посвист ветра и силуэт ЧАЭС, темнеющий в тумане, заставляет полностью погрузиться в игру. Вероятно, это главное достоинство сталкера. Зона не прощает ошибок. Одно неверное движение, переоцененные силы, незамеченный мутант и снова гейм-овер на весь экран. Прежде чем проходить игру, стоит научиться в ней выживать. Интересное дело, в обыкновенном по сути шутере прокачку героя ощущаешь сильнее, чем в какой-нибудь CRPG. Наверное, потому что опыта набираешься сам, а не заполняешь абстрактную полоску до следующей зарубки. Вначале боишься каждой аномалии и стаи собак. Патронов для пистолета вечно не хватает, а стычка с бандитами на открытом пространстве чревата серьезными последствиями. Через несколько часов в руках появляется квестовый АК-74 с повышенной скорострельностью. На теле приличная броня, а пояс увешан артефактами. Мы уже не слушаем отчаянно пищащий ПДА, уверенно обходим завихрение пространства, а с собаками играющие расправляемся одним ножом. Игра удивительно многообразна. В самом начале перед нами вообще чистой воды Elder Scrolls с чернобыльским окрасом. Несколько группировок, свобода перемещений, множество побочных заданий и компас, указывающий направление и расстояние до цели. Каждая заброшенная деревушка или недостроенная фабрика может оказаться чем угодно. От логова мутантов до армейского блокпоста. И главное, о чем так долго рассказывали разработчики, эта система не застыла раз и навсегда, она находится в постоянном движении. На всех 30 квадратных километрах ежеминутно происходят маленькие трагедии. Сталкеры ищут артефакты, выполняют задания, бандиты нападают на их лагеря, солдаты устраивают зачистки, звери пожирают друг друга и невезучих путников, аномалии появляются и исчезают, группировки ведут в нескончаемую войну. Даже сюжетные NPC защищены лишь до тех пор, пока не выдадут нужную информацию. После разговора неумолимые законы зоны вступают в силу, и события развиваются уже не по сценарию. Даже после загрузки последнего сохранения невозможно предсказать, произойдет ли все в той же последовательности. В другом обличье игра предстает, когда решаешь последовать за основным сюжетом. На этот счет ходили самые разные слухи, вплоть до того, что из Сталкера сделали ЭМО-ФПС. Но спешим вас уверить, со сценарием в игре все в порядке, и одиночная компания подарит 20-30 часов полных загадок и смертельных опасностей. В грузовик, увозящий трупы из зоны, во время грозы попадает молния, и тела разбрасывает вокруг вместе с обломками. Наткнувшийся на место аварии Сталкер обнаруживает, что один из пассажиров еще жив, и оттаскивает везунчика к знакомому торговцу. Никаких воспоминаний, никаких зацепок, только ПДА с единственным заданием убить стрелка и татуировка Сталкер на предплечье. Сплошные вопросы, ответы придется хорошенько поискать, и лишь в одной из нескольких возможных концовок узнать истинную подоплеку событий. Сюжетные ролики, проигрываемые по завершении каждого из ключевых этапов, впечатляют с технической точки зрения, но довольно-таки непонятны и запутывают еще сильнее. Психотропное излучение, заговоры спецслужб, собираемые нами по кусочкам головоломки, всему найдется место. Картины, брошенных посреди поля ржавых уралов или разрушенной свинофермы, впечатляют, но только в местных подземельях начинается сущий ад. Пугающие звуки, топот шагов посреди пустой комнаты, разбитые приборы непонятного назначения, толстенная стальная дверь, содрогающаяся от ударов изнутри, и трупы. Кто эти люди? Как они закончили свой путь и почему именно здесь? Когда встречаешь, собственно, монстра, испытываешь даже какое-то облегчение, хотя первая встреча с прозрачным, как хищник, кровососом надолго западает в память. На открытых же пространствах и в городских условиях бои и сама игра преображаются как по волшебству. Компьютерные соперники, так же, как мы, полагаются на зрение и слух, переговариваются между собой, не лезут на рожены и разбегаются от прилетевшей под ноги гранаты. Если их больше, стараются окружить, умело используя укрытие, проигрывая, прячутся, чтобы потом засадить очередь в подошедшего поближе беспечного игрока. Обстановка при этом ежесекундно меняется и придает сражениям освежающую непредсказуемость. Качество моделей людей, особенно мутантов, не всегда дотягивает до современных мерок. Впрочем, в горячке боя на это не обращаешь внимания, да и выдумки дизайнерам не откажешь. И пускай обитатели зоны не красавцы, зато все 18 огромных уровней созданы с таким тщанием и вниманием к мелочам, что иллюзия пребывания по ту сторону монитора не оставляет ни на минуту. Коридор гостиницы в Припяти устлан обрывками газет. Из разбитого окна открывается вид на колесо обозрения в парке культуры. Где-то на горизонте идет гроза и серое небо озаряется вспышками молний. За эти картины прощаешь и не самую современную графику, и отсутствие средств передвижения, и все то прочее, что когда-то обещали, да за давностью позабыли или не смогли воплотить. Не говоря уж о совершенно нетипичной для отечественного проекта стабильности и почти полном отсутствии багов. Сказка со счастливым концом. Игра-загадка. Игра-исследование, содержащая более инновации, чем все FPS за последние пару-тройку лет. Выход стал веха не только потому, что он наконец-то состоялся. Это настоящий рубеж, делящий историю жанра компьютерных игр вообще на до и после.